Всем привет ребят, с вами Zork и сегодня я бы хотел поговорить о замечательной игре под названием Tomb Raider 2013 года. Конечно же я запоздал с этим роликом на самом деле, но как раз таки сейчас я хотя бы знаю, я поиграл большую часть, я прошел уже большую часть этой игры. Я нахожусь близко к концу, я надеюсь никаких спойлеров в этом ролике не будет. Итак, игра честно говоря мне не так уж и понравилась на самом деле, потому что, ну чисто проходная. Конечно, ну скажем, давайте начнем с того, что мне не понравилось. Мне не понравилась вообще вот прокачка. Так, вот она. Итак, вот на самом деле прокачка вообще ни о чемная, потому что скиллы вообще ни о чем. Да хватит уже болтать, а. Ну наконец-то. Да заткнись ты лучше. Ради славы ты готов на все. Наверняка Розгарка кроется в ритуальном зале, но как туда попасть? Штормовые стражи надежно его защищают. Но я должна это сделать. Хотя я очень боюсь того, что там увижу. Аллилуйя. Итак, насчет прокачки. Вообще, ну, ну как, какие-то скиллы, я не знаю, ну ни о чем, ну и вообще. Не знаю, может быть, я не понимаю что-то, или что-то в этом роде. Но прокачиваясь, тебе как бы ничего не дается такого, что прям аж ого-гошеньки, ого, я прям вот эту вот фишку прокачал, так все теперь. Ну вот, например, вот это то же самое мародерство. Ну зачем оно мне нужно-то? Как будто это прям так заметно, что один патроном больше, одним патроном меньше. Те же самые вот эти виды, что на карте появляются. Да всем пофигу. Пошел я прям все эти точки рассматривать, искать. Что эти туши, вот сбор костей, разная фигня на самом деле. Но убийство тоже не очень. Вот эти добивания в конце. Они и так должны были быть. Что за фигня? Это ты на самом конце можешь дробовиком просто подойти и убить? Да ну нафиг. Это еще прокачивать? Это еще в начале, это не прокачать. Эти скиллы вонючие. То же самое, больше тащишь на себе боеприпасов. Ну знаете, как будто так, то же самое и есть скиллы одновременно, и их и нету. Вот это добивание, вот это то, что ты прокатываешься и ножичком или что там у него, у нее. Ледорубом по ноге даешь, и вот и все. И только ты можешь там, например, тяжелых, легких и так далее. Так что прокачка вообще меня никоим образом не удивила на самом деле. Ладно, еще более-менее вот именно снаряжение. Лук, как-то ты это хоть видишь. Видишь, наблюдая, что вот здесь вот так вот, так вот там. То, что добавляется лу, ну стрелы какие-то, тетива, натягивания. Это еще более-менее, но, конечно, на это нужно потратить время, потому что нужно собирать разную хрень, которая тебе, в общем-то, и нафиг не сдалась. Хотя могли бы это как-то в процессе игры все-таки сделать. А можно, видимо, все это не собирать, и вообще у тебя ничего не будет, да? Обычный дробовик и обычное оружие. Ну, тоже не очень, на самом деле. Ну, конечно, зато мне нравится хотя бы как выглядит, и можно сразу посмотреть, как это будет добавлено, что будет добавлено. И это еще более-менее нормально. Ну, скиллы вообще меня не порадовали ничем. По сюжету тоже вот сюжет какой-то не очень. Потому что сразу же, как ты попадаешь на остров, ты уже сразу же понимаешь, к чему это все придет. Что разгадка будет разгадана, хэппи-энд будет хэппи-эндом. Только вот умирают персонажи какие-то в игре, которые я нафиг не знал, и мне как-то пофигу на этих персонажей, даже не жалко их. Ну, что из плюсов, можно сказать? Здесь полно крыс. Здесь есть охота, даже написано, что там типа охота, охота, открытый мир. Какой открытый мир? Идешь в одну сторону. Можешь идти в одну сторону, можешь в другую сторону. Ну, локация, она как есть локация, так и есть. Так что фигня все этот, открытый мир. Это, конечно, можно из вот этих вот костров, так сказать, лагерь, можно телепортироваться на другой костер на карте. Но, к сожалению, как вы можете заметить, не с каждого с костра можно это телепортироваться. Но это тоже не придает этой игре открытый мир, на самом деле. Охота тоже беспонтовая, не о чемная. Просто она не о чемная. Ну вот, убил я крысу, да? Хотя не надо нифига охотиться на них, потому что ты их просто тупо можешь вот так вот подойти и убить. Что оленя, что волка, что кабана и все тут. Из животных-то на пальцах посчитать. Это даже охотой нельзя посчитать. Ну, с них приходят вот эти мини-мини очки, которые не о чемные, опять же. Смысл вообще ходить, на них охотиться. Ну, короче, что можно сказать. Ну, конечно, присутствует то, что было раньше в Tomb Raider. То есть, тот же самый, не знаю, атмосфера такая присутствует. Вот этот вот. Ну, конечно, раньше не было такого паркура. Раньше все-таки был не сколько паркур, а сколько, я не знаю, просто прыгание, скакание и все. Легкая атлетика какая-то. Ну, это, конечно же, понятно, потому что раньше-то и графон еще нельзя было такое сделать. Так, давайте дальше пройдем. Насчет стрельб. Стрельбы более или менее ничего. Ну, нормально. Конечно, это все равно тир. Сидим за... Каким-нибудь укромненьким местом. Стоим, ждем. И на самом деле вот... Именно момент с вот этими самураями мне очень напомнил... Мумия. Мумия. Вот фильм, есть же такой вот последний. Самый последний фильм Мумия. Вот именно это мне напомнило, сколько там солдат было как раз-таки. Я даже играл в эту мумию на PlayStation 2. С этими против... Биться надо было с этими самураями. Ну, примерно то же самое, на самом деле. Не знаю, почему они выбрали именно вот эту... Самурайскую фигню. Вот это Япония и так далее. Хотя не очень сильно. Не привлекающе выглядит это все. Да и вообще тут как бы все такое серое. Все такое унылое. Не настоящее. Хотя сказали, типа, все будет по-настоящему. Лара Крофт, типа, ну, так далее. Молодая, вся в крови, грязная. Ну, на деле вообще никак. Главный самураевый щит уже у нас. Ну, как я сказала, то мы уже близки к концу. Кстати, отбиваться можно моим супер-купер-фистолетиком. Так как достаточно проапгрейден он у меня. Да у меня все оружие, конечно, проапгрейдено. И, кстати, игру можно пройти за день. Опа. Ну, если, конечно, проходить с дополнительностью в самом месте. Ну, опять же, и что вот это было добивание? Зато нафиг. Так, давайте залезем вверх. Ну, посмотрим. Укрытия вот эти разбиваются. Их можно, по-моему, некоторые сжигаются. Ну, а что там? Опять же, этот лук. Модный теперь. Раньше не было такой, я не знаю, так любили этот плюк. Как сейчас. Ну, на самом деле, нормально лук все равно. Интересно, конечно, он будет более лучше становится. Я играю на среднем. На среднем не так уж тяжело, как вы можете видеть. Я просто вступу в ступу и все как стреливо, как мясо какое-то. Вот так он должен суд как будто бы вылисти. Маленький крысерыш. Ну, на самом деле, мое мнение, игра проходная. Вообще ни о чемная. Сюжет меня вообще не заинтересовал. Никто мог его. Как может такого сюжета заинтересовать? Он же просто, я не знаю, понятно, как не знаю что. Ну, даешь на остров, значит, ты выберешься с него, нет? Как будто, я не знаю. Ну, короче, по сюжету вообще меня не заинтересовал. Никто, он бы там. Не знаю, что вообще хорошего. Ну, конечно, графон еще. Все-таки Лара Крофт, которая давно, достаточно давно не выходила на свет. Последняя часть, насколько я помню, то ли в 2008, по-моему, году вышла, но она была более аутскульная по тем самым временам. То есть, то же самое. Ну, раньше просто Лара Крофт была такая, знаете, как его можно назвать. Ну, как его вообще можно назвать? Определение. Ну, там был просто вот этот вот псевдопаркур. Это даже паркуром нельзя назвать. Это, не знаю, гимнастика какая-то, потому что просто приходилось прыгать с ветки на ветку, можно сказать, и все. По делу. И иногда отстреливаться от, помнится даже, ну, в более таких волтскульных версиях, то есть на PlayStation там же первом был автоприцел полнейший, то есть не то, что сейчас вот так нацеливаешься на джойстик и потом как бы на голову у нас нацеливается автоматически, а был полностью автоприцел. То есть нажимаем кнопку и он автоматически уже нацеливается, даже ничего не надо двигать прицелом. Вот такой вот, более карточный, можно сказать, был, игрушечный. В отличие от того старого, этот более поживей, конечно, но не настолько живо, как бы хотелось все-таки. Да и вот эта атмосфера вся полностью, она какая-то серая, унылая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин